и что это за штука сам придумал по инструкции а название я конечно все поняла я крючком все можно продолжить завтрак даня мы завтракаем мы это я у нас воскресенье всем доброе утро виктория свет марселевна изволят до сих пор какое слово надо сказать подчивать и подчивать это кушать короче говоря хотела выпендриться красивую фразу сказать спит наша девушка вчера суббота была с уличным концертом с тренировкой по спортивной гимнастике с поездкой за автомобилем кто не смотрел посмотрите вчерашнее видео и сегодня воскресенье и просто девочка спит еще и положила я вчера очень поздно около десяти вечера поэтому завтракала я одна уже второй раз я завтракала а даня чего-то блинами не удовлетворен сказал что они не вкусные сегодня были вчера вкусные а те что он печет вкуснее и вот он сидит два стакана уже выпил и пошел играть я кстати уже перемыла всю посудку потому что я сегодня ранняя пташка у меня почему-то сегодня тьфу-тьфу-тьфу боюсь говорить в общем могу мыть посуду все все перемол это всяким капризным людям завтраки так блины себя ведут они замороженные были покупные так ведут себя хризантем к обрезала я ее все-таки она очень красивая не могу ее выкинуть она вся уже не в себе вот мне хочется чтобы на счет чуть-чуть пожила а может ее как гербарий засушить сегодня у нас 14 августа она у нас стояла 22 июля сейчас я буду всем делать чаек надеюсь наш день будет домашним держите кулачки мне с трудом это дается смотрите как поперла женское счастье так цветок называется я не виноват и его поворачиваю сюда поворачиваю и поливаю поливаю так маранта юля интересуется маранты вон она несчастная но она выживет выживет и станет вот такой красивый юля ты видишь маранты напиши комментарий чего-то там стесняешься комментарии писать что-то тут по какой причине подсыхает если все вроде хорошо ну что лучше маранта или киевский искусственный цветок скажите пожалуйста по моему ответ очевиден все утро мы с данечкой изучали карту просто что-то поделаем и снова что-то поделаем и снова столько мы знаете интересного нашли вот в этой части вообще для меня был темный лес да и к своему стыду я нашла даже не буду говорить какую страну но я ее нашла маленькая очень незаметно в общем будем изучать еще и флаги тут есть видите мы их не заклеили я удивлена что ты за собой прибрал молодец так мы тут прочитали несколько рассказов пока девочка спала девочка встала что-то съела и пытается помогать маме делать домашние дела ну что давай я буду снимать белье говорить тебе куда ты будешь относить договорились договорились а потом вешать уже но и вот как тепло уже можно все все открыть разложили за пару минут так разбежались по всей квартире разнесли по местам это конечно проверить куда они там положили мы в общем справились теперь даня ушел а вешать не надо проверять а вы хорошо положили да я надеюсь все таки нам и даня помогает пришел потому что ему стало скучно играть одному и дело пошло быстрее да вот для ускорения процесса молодец у нас очень много игр настольных и очень много коробок почему-то сломано я взяла все сломанные коробки выкинула а пазлы положила вот в такие файлики и потом файлики положила в одну такую коробку туда получилось три разных пазла влезли два пазла и игра и стала поприличнее играть не играем только вот знаете ломаем коробки пока выдвинула еще ящик сломался это все из-за того что начали разбирать из-за того что сломан у нас ящик до печалька и сразу начали играть вот столько коробок получилось ненужных у нас а еще ненужная обувь и пять моих маяк элемент расхламление появился а что у нас на кухне делается и не не вы должны резать почему вы а викину берите перед включила плиту и меня тут же припеку от и плитой поэтому дальше меня не рано не надо дальше дети готовят очень зря без мамы плиту включать не нужно я руководитель силы на балконе могу работать а на кухне не могу работать но у меня есть поварят а что поваренок девочек сосиски резать смотри когда они делают досочку не дала я потому что встать не могла сейчас уже нормально на тарелочке режет умничка все молодец справишься теперь ставь сковородку на плиту плиту включай на троечку и открывай крышку помешай там палочкой уклади клади не бойся помешай палочкой помешай палочкой середину оставь чистой середина будет для сосисок справимся вот теперь ты молодец но масло капнуло ничего брызнула убирай палочку все на середину на середине чтобы еда была там ладно картошка сосиска на середине да теперь палочку отдельно крышку и далеко не уходи повар не уходит пока готовится можешь прибирать вечная проблема готовишь и появляется мусор все макс века ужасно хочет есть уже не уходи далеко если ты будешь близко к плите то можешь поставить на двойку или тройку акт чем накормить детей картошка сосиски сосиски съеденная картошка бедная загрустила я им туда добавила фасоль печеную из банки с консервной да вы видите как они счастливы у меня блюдечка скажите скажите что у него вот здесь против света никто ничего не скажет давай вот сюда ну видно нет я ничего не вижу скажите что здесь дети блогера они сами по себе блогеры так кушай съешь печеную фасоль все пройдет сразу же у меня блюдце минтай вспомнила что готовила вчера ну вот есть кости что и требовалось доказать хлеб с маслом думала порадует детей этих садиковых что-то не очень радуются века не дождалась нашей картошки сосисками и накинулась на нектарин а значит что завтра у девочки будут прыщички мама не доглядела ну вот не надо хватать экзотические фрукты так кто скушает получит сырки глазированные вроде как тема собрался выйти с нами на улицу да вообще взяла телефон чтобы сказать что мы смотрим какой канал мы сейчас смотрели извините я выключила короче я хотела сказать что мы смотрим я не буду снимать так я хотела сказать фразу что выбирая что посмотреть детьми мы выбрали канал настя знает сейчас это так выглядит наверно как будто я рекламу снимаю в общем не получается тут в тишине ничего снимать извиняйте воскресенье дети дома куча мало короче я снова с вами с этим ужасным фоном но я ушла от этих детей там нельзя есть они слушаются что-то пошло не так после встречи с папой все они вообще меня не воспринимают мама плохая но представьте если на вашу маму орут матами всеми понятно она плохая очень меня теперь не слушаются опять это уже три дня продолжается но в пятницу вечером не очень было заметно просто они налетели на мастера постиралки два часа его мучили вчера даня срывал тренировку вечером был телевизор 3 часа так что все было нормально а сейчас они вообще неадекватно они дерутся балуются не слышат вообще ни одного замечания им все равно что я говорю главное чтобы я поела вовремя а я обещала вам рассказать про вчера но это так трогательно я сейчас плакать буду и не знаю где дети я думаю что эта тишина обусловлено включением несанкционированным включением телевизора я пойду проверю все же так короче все нормально я их выгнала они к теме убежали я запаслась чашечкой чай и теперь могу вам рассказать что же было вчера короче я узнала что будет праздник у торгового центра 4 года барнас сити я ненавижу такие праздники я не люблю уличные гуляния но уже второе гуляние которое мы посещаем с детьми и очень даже хорошо дети заняты я понимаю что это низкопошибное развлечение что надо ходить в театр филармонии мои дети не были на музыкальных концертах настоящих на симфонических но им нравится а я в это время отдыхаю так можно скатиться да ладно это отдельная ветка разговора короче я знала что будет концерт и хотела им показать почему я хотела им показать этот концерт на представьте что у меня сережки украшения вы знаете какие то совсем скучненько там было написано внимание то из-за чего мне потом стало плохо и весь вечер я умирала там было написано татьяна буланова я сейчас расплачусь я не могу вам сказать честно было ли я когда-то на концерте там не были булановой язык заплетается потому что нервничаю но все молодость я не могу сказать что я ее любила даже она где-то просто была все время слышно где-то вровень там со всякими другими группами того времени но даже не могу сказать что она мне нравилась как то но настолько она запала в душу все эти песни я знаю наизусть не могу сказать в каком возрасте слышала потом когда мама с папой развелись мы жили близко концертному залу октябрьский и ходили на концерты может быть мы были на ее концерте а может и нет мне кажется что нет у меня такое чувство что нет и мне так захотелось ее увидеть а по времени получалось что это суббота и мы едем как раз с тренировочки проезжаем это место учета раньше на полчаса но думаю попробуем проехать ничего детям не сказала теме не сказал мы туда приехали кое-как пожрали в кфс у меня закончились деньги вы видели кто не видел посмотрите как я вдруг обнаружила что я банкрот вот переносном смысле и началось это дурацкое развлечение толпы в микрофон бу-бу-бу смотрите как вас тут много как я рад тра-та-та вот конкурс а что там кто ответит какие магазины есть в торговом центре а кто выиграет два билета в кинотеатр короче вот полная тапурга еще и не очень веселым голосом но было два аниматора розовая пони и сиреневая единорожка и детей туда затянуло даня ненавидит аниматоров и вдруг ему понравилась реально розовая пони но девочки она такая была умильная у нее такое красивое лицо свое собственное помимо этого всего обмундирование но она не попалась у меня на видео у меня трубочка села и таню буланова я не сняла но я смогу вставить вам кусочек одна моя мама бывшего ученика выложила сегодня в контакте ну конечно трясущейся рукой она наверно танцевала и снимала но зато видно чуть-чуть таню буланова короче говоря дети пошли к пони к этой розовой у нее красивые глаза красивая улыбка она молодая у нее просто заряд энергии но сиреневая была видимо ее мама она очень хорошо все организовывала но глаза не горели извиняйте не всегда это продолжается короче дети с единорожкой пони тут притащили такие огромные огромные подушки ну даня честно верил что нам должна достаться такая подушка подушки выхватывали у тех кто их нес с такой скоростью что только мордобоя не было все хотели вот эти огромные подушки с шариками чтобы на них сесть и смотреть концерт подушек было я думаю штук 40 50 короче самые ушлые потом присмотрелись откуда грузчики носят эти подушки побежали туда мужики ну наверное их и жены отправили и уже выхватывали из рук грузчиков подушки прямо там поэтому подушки сразу закончились даньям был ужасно расстроен но тут появились аниматоры я гляди подушка не нужно дальше я понимала что вообще может быть таня буланова в конце вечера часов в семь как это раньше делали держат толпу на вот этой надежде ожидании того что придет на одну единственную песню какой-то артист и значит никакой они булановой нету какая-то ерунда происходит на сцене а время-то идет потом появилась таня буланова болеин девочки но не зря я там была сразу скажу кончилось все плохо а вечером вчера я могла больше эмоций вам передать но плохим голосом у меня реально было плохо и тяжко говорить было очень сегодня с голосом получше она эмоции уже остались вчера я вам их пытаюсь вытянуть из вчера дело в том что я была настолько а вчера не было бы слов были бы одни эмоции а то не было но то есть настолько вот эти песни когда она запела они меня вернули назад вот этот момент когда надо ждать не знаю сколько там мне лет было 15 может короче меня просто пулились слезы я вообще не ожидала но я плачу уже три дня вот так вот по чуть-чуть по где-то по одной-две минуты в день вечером я еще плакала минуты 2 я понимаю что это просто усталость это просто уже нервное перенапряжение физическое главное перенапряжение я себя перегрузила как обычно и вот она запела скажи мне правду атоман и все короче все такие стоят с телефончиком все стоят с телефончиком все кто-то вот так снимает а кто-то вот так делает сейчас та 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 и вот я была среди тех кто может танцевать рукой многие просто сидели и стояли но многие танцевали рукой а я еще числе самых активных бабушек переминалась с ноги на ногу потому что я была круто было уже часа три-четыре мои ноги работали вот такая я вся натанцевалась и танцевала я минут 15 но видать мне было этого достаточно я была без кепки был абсолютный санцепек дети были без кепок потому что у них там были конкурсы это кепка все время мешала они куда-то пролезали там какую-то трубу что-то делали я у них забрала кепки иногда я надевала себе кепку короче я потеряла контроль я потеряла контроль самое страшное что может случиться с мамой я потеряла контроль я не знаю почему детям не стало плохо видать они такие тьфу тьфу выносливые мне через два часа стало плохо с трех до пяти я была под прямыми лучами солнца в каком-то нездоровом адреналине значит тра-та-та еще я пела еще я там кричала я помогал эти конкурсы организовывать о это какой-то кошмар какое плохое место выдали этим аниматором под их игры вот стоят огроменные колонки много колонок одна на другую и получается несколько метров колонки и прямо под этими орущими колонками тут значит завывает таня буланова а тут аниматоры со своей маленькой колоночкой дети должны слышать то что там происходит у них конкурсы угадай там песню из мультика какая серия маша и медведь и они делают эту колоночку громче громче дети вот так сгущаются эти колонки орут солнце печет они слушают эту колонку и что то отвечает что с организаторами у них нет детей или у них нет мозгов я подошла к аниматором но пока не было тани булановой ведущий говорил не постоянно он делал паузы молчал и можно было играть но когда появилась таня буланова и дальше появятся другие исполнители уже не будет тишины я подхожу к аниматорам говорю девушки а давайте вот туда к лайкам вот эту всю толпу туда мы сейчас перенесем детишек штук 30 наверное они говорят там нет места я говорю но тут же будет не слышно не горят но уже ничего не сделать ну короче они были не готовы к таким перемещением и каким-то думанием не о своем деле вот поэтому дети в ужасных условиях развлекались были счастливы могу сказать аниматоры очень круто их развлекали очень круто даня никогда ни в чем не участвует он влюбился в пони и участвовал я обалдела тани буланова через два часа я поняла что что-то тут не так у меня начала потихонечку болеть голова я вспомнила что утром она тоже пыталась болеть была еще одна причина почему и болеть такая ежемесячная причина и значит я поняла что оно началось пора куда-то в тень я быстро схватила детей даня хотел играть вика нет мы сели в тень я посидела поняла что мне надо дойти до машины по-любому который сейчас еще жарче проехать пять минут и быстро попасть в душ так я и сделала мы приехали у меня началась мигрень я пошла в душ потом я записала вам короткое видео на пол минутки что я пошла в душ и дальше я вам ничего не рассказывал дальше я после душа почувствовала какой-то озноб я подумал что я заболела мне стало очень холодно я отделался носки потеплее типа такие лосины потеплее футболку с рукавом завернулась в одеяло на улице то жарче и жарче и в 6 вечера приблизительно 6 30 я пыталась уснуть без таблетки я надеялась что у меня пройдет голова без таблетки периодически помимо мультиков которые не смотрели кто-то что-то мне говорю вот я только провалюсь и тема говорит мама приехал друг я сейчас уйду гулять ага просыпаюсь и сильнее болит уснула вдруг даня что-то кричит там оказалось он взял мой телефон и звонит теме в ресторан я опять просыпаюсь еще сильнее болит я себя уговариваю надо поспать надо поспать пройдет и я вот так надо поспать три часа два с половиной где-то и я просыпаюсь и у меня такая мигрень очевидно этот тепловой удар который я получила ничего другого я не могу сказать я усилила тем что я укуталась и еще два с половиной часа пролежала боже мой я как испугалась я просыпаюсь у меня мигрень я не могу сидеть стоять меня тошнит я иду в туалет мне не вытошнит у меня пустой желудок я ничего не ела на момент девяти вечера я не ела ну в шесть я съела где-то нектарин а до этого я не ела получается три часа я не ела уже шесть часов и у меня от мигрени рвотные позывы я напиваюсь воды вычищаю желудок мне не легче меня просто скашивает на пол я сижу на балконе в это время что самое лучшее может со мной произойти это наступить паника которая вообще не помогает я сижу на балконе и судорожно вспоминаю кому мне позвонить мне помогает разговор на отвлеченную тему я звоню подружки и она начинает меня лечить я понимаю не 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 нельзя говорить про таблетки про то что мне плохо окей отбой я знаю что паника это плохо надо ее выключить и я звоню своему любимому лимонологу говорю хотите поржать рассказываю про таню буланова про то что там все старухи стояли все ужасно выглядели мы все явно одного возраста да как же они могут так выглядеть в общем говорю я увлеклась я так балдела он ржет говорит поешь срочно и парацетамол я говорю так сейчас парацетамол он говорит нет хотя бы ложку сметаны в рот хоть что-то никакого парацетамола на голодный желудок я говорю а пить что вот можно морс пить он такой идеально морс пей я сижу вот пока с ним говорю две минуты выпила чашку морса есть не могу еще у меня перемкнуло вчера от того что кончились деньги и я накрутила себя что нельзя мне есть но представляете и я боялась есть вот передо мной стояли спагетти я боялась их есть но все это уже все от усталости короче говоря вот чуть-чуть сбили режимчик пошли на какой-то праздник все плохо старушка загнулась сразу же но это сейчас весело вчера было не весело я не стала вам ничего этого показывать снимать сидела на балконе с открытым окошечком как только я выпила стакан морса съела три спагетти на выпила таблетку и заела еще спагетти мне через минуту стало лучше то есть это уже был просто реально голодный обморок и я не чувствовала голода видимо от мигрени я уже ничего не понимала не чувствовал меня раскалывался затылок я кстати когда вычистила желудок я стал еще горячее полотенце держать тут горячим она снимает боль спазм снимает горячее полотенце но быстро надо его менять я не могла менять одно подержала и все короче вот пульмонолог это просто какое-то спасение у меня не было денег я ему сегодня закину денежку и все мне стало легче я позвонила подружки мы уже до болтали я рассказала про таню буланова короче девочки я столько эмоций схватила вчера я вообще не жалею что меня была мигрень вообще не жалею слушайте музыку которую вы слышали раньше когда ничего плохого не происходило слушайте ту музыку когда вы были молоды перспективны и короче я почему-то не слушаю стесняюсь чего-то думаю тема засмеет там еще что-то но уже дети выучили юру шатунова а вот это они не знают кстати я им давала недавно наташу королеву послушать им очень понравилось наташа королева это лето каста нет и прям даня под напевает ходит наверное надо слушать веселую старую музыку что молодежь смеются а вчера у торгового центра все были не молодежь вообще не молодежь то есть они реально пришли не на праздник торгового центра а на таню буланова вот у меня опять слезы так я слышу они видимо закончили я с вами наболталась давайте не буду сегодня снимать воскресенье мы потащимся с темой наверно на улицу и отдохну от камеры что-то я замотала из девчонки болталку снимать легче скажите устраивают вас болталки или нет всех люблю всех целую это был рассказ про таню буланову и как не надо перегреваться на солнышке контроль всегда нужен контролируем ситуацию вот там же была тень а я не пошла в тень пока пока желаю вам оставаться в себе в любой ситуации а видео было от Парнас Сити группы. Что-то в этом духе. А вот я нашла то, что я, собственно, видела. Не знаю, будете ли вы смотреть вот столько много минут. Но вдруг кому-то интересно слушать скорее. Парнас Сити. 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 Парнас Сити.